Привет, дорогие слушатели, подписчики канала. Я вышла сегодня в очень важный эфир. Подключайтесь, мы поговорим на очень важную тему. Буквально пару минут переждём, пока люди подключатся, чтобы люди слушали сначала. Те, кто слушает мои темы, вы знаете, что я часто говорю об эмоциях, часто говорю, что у нас не должен быть греховный гнев, а должен быть гнев такой же, как Господь, когда гневается. Конечно, он у нас не может быть таким праведным, как у Господа, но всё же нас должно гневать несправедливой вещей. Так же, как в Писании написано, чтобы мы вступали за сироту, за обиженного, за слабого, за вдову, за пришельца и так далее. Вот такой гнев сейчас есть в моём сердце, и он назревал довольно долго, довольно долго, потому что довольно много писем я получаю из разных концов нашего мира. Ну, в основном, конечно, это русскоговорящие славянские церкви, но не только. Почему я поднимаю эту тему? Я хочу немножко объяснить эта информация для пастырей, почему я поднимаю эти вопросы, потому что Бог прислал меня к этому служению очень много лет назад, и если вы являетесь пастырем вашей общины, и Бог вас поставил над каким-то определенным количеством людей, может быть, над вашей церковью, может быть, над регионом, или, может быть, даже над целой страной, то меня Бог поставил на служение в Лозаннском движении, который основал почти 50 лет назад или Грэм, лидером женского служения по всему миру. И что я поняла? Я столкнулась с тем, что все женщины мира одинаково переживают одинаковые проблемы, независимо от нации, независимо от этноса, от расы. У всех одни и те же проблемы, и в том числе у наших русскоговорящих постсоветских женщин. И я являюсь тем голосом тех женщин, которые не услышаны, не услышаны никем, или, может быть, возможно, кто-то не хочет их слышать, потому что темы неудобные, темы некомфортные, и для кого-то удобнее просто их либо игнорировать, либо делать вид, что их нету, или уже потом спасать, когда пожар наступает. И помимо этого служения, помимо Лозаннского движения, я с 2004 года Господь меня призвал служить женщинам. Это начиналось с Казахстана, потом с Европы, потом здесь в Америке, потом дальше по всему миру. И также я вовлекаюсь в разные проекты против рабства и насилия, против жестокости, против жестокости этого мира, не говоря уже о церкви. И я организовывала и проводила разные конференции, была и участницей, и организатором конференции в разных странах по защите прав и женщин, и детей, и мужчин, потому что даже мужчины попадают в рабство, их продают в рабство, издеваются всячески. Я думаю, что мы, как христиане, призваны быть против этого. Мы призваны быть солью, мы призваны быть теми, кто должен сказать этому миру и показать, что, друзья, это неправильно, как вы живете, это неправильно, вы не должны, вы не должны. Рэйчел может проверить звук здесь? Девочки, если звук нормальный, то сделайте лайк, пожалуйста. Лайк нажмите, чтобы было слышно, чтобы запись шла хорошо. Потому что те темы, которые я буду говорить, они очень важны. И, пожалуйста, оставайтесь до конца. Я вас очень прошу, мы поднимем очень много важных тем. И я настолько волнуюсь, что у меня даже если заметили одышка, ну я и плохо спала, и переживала эти дни, поэтому... Ой, ну молитесь за меня, мне немножко трудно. И это то, что я еще раз повторяю, братья, пастыри, это как бы я голос многих-многих неуслышанных женщин сейчас, которые обращаются к вам, чтобы вы вникли, чтобы начали думать о каких-то переменах. И получается, мы, соль земли, церковь, мы должны быть теми, кто должен прийти в этот мир и сказать, дорогой, если ты избиваешь свою жену, это ненормально, она не создана для этого. И ее Бог создал по своему образу. И вместо того, чтобы прийти в этот мир, сказать, что если вы не платите зарплату своим людям, если вы их эксплуатируете физически, физически, эмоционально, сексуально насилуете, это ненормально. Но это проникло в нашей церкви. Конечно, можно много рассуждать о том, что да, эти невозрожденные люди там, или какие-то еще. Но вы знаете, дело в том, что эти люди, которые совершают это в церкви, они довольно религиозные люди. Они читают, потрясая Библии дома и строя всех. Мне сказали, что все хорошо. Поэтому это просто кричащая, вопиющая беда нашего времени. И пришло время нам не просто говорить об этом. Потому что мой YouTube-канал, подпишитесь, если кто из вас не подписан, называется Voice of the Silent. И я президент этой организации. И у меня несколько... У меня есть вице-президент и в совете директоров есть американки и наши славянки. И я также основатель этого движения и канала Voice of the Silent. А также я хочу вам сообщить, что уже год с лишним мы работаем с мужем над центром Recharge Inn. То есть здесь во Флориде 26 марта у нас официальное открытие. И если вы ослабли духовно, вы можете приехать, пожить у нас, подкрепиться, помолиться, отдохнуть на океане. Есть такая возможность. Но сегодня не об этом. Что побудило записывать эту тему? Я начну с того, что история одной женщины, аноним, назовем ее Ольга. Она из одного северных штатов. И больше полгода мы с ней работаем. Когда я начала с ней работать, я еще была тогда в Украине, еще оттуда мы с ней молились. Еще пару слов скажу тем, кто не знает, кто будет слушать записи. В Фейсбуке у нас есть группа, называется Клуб мыслящих христиан. Вы можете туда подсоединиться, отправить запрос Клуб мыслящих христиан. И как появилась идея этого служения? Поскольку я много лет занимаюсь этим служением, я получала просто огромное количество писем в личку, где сестры описывали критическую ситуацию ее семьи. Что меня муж обижает, детей избивает, пойти некому. Я подходила к пастырю, пастырь сказал вот так, вот так. Ну, понятно, терпи, смиряйся, молись. И получается замкнутый круг. Я поделиться с кем-то не могу. Я не знаю, где. И вот такого рода письма, буквально вот такие большие-большие сообщения. Ну, представьте, у меня есть свое основное служение, еще какие-то виды служения, плюс дети, семья. Я просто физически захлебывалась, я не знала, что делать. И вы знаете, если не отвечать, то там кричащая ситуация, что если сегодня не ответишь, завтра этот человек полезет в петлю. Не ответить нельзя. Я начинала вникать в эту ситуацию и отвечать. А начинаешь отвечать, это берет часы, часы, часы твоего времени. Но я не резиновая. Не то, что я убегала от этого. Я физически не успевала. И с моим одним молитвенным партнером мы начали молиться. Господь, дай мудрость. Что делать? Что делать? Как? Я физически не успеваю. И все эти служения волонтерские. И мы стали молиться, и Господь дал мудрости уже лет пять, как основана эта группа. И я стала делать вот эти письма, которые приходят мне, оформлять как анонимный пост с разрешения того человека и ставить в группу для того, чтобы другие консультанты, психологи, душепопечители и даже пастырь могли подключаться и давать советы этой сестре. Это очень облегчило и мое служение и расширило, как бы обогатило помощь женщинам. Потому что либо я одна скажу, либо это со всех сторон такая помощь. И таким образом появилось это служение. Вы знаете, это действительно помогло. Сейчас у нас уже большая команда из Израиля, из Англии, из Германии, из Украины, из России, отсюда с Америки. Те, кто подключаются, консультируют, помогают. Это и поэты, и музыканты, и много-много кто. И просто обычные женщины, которые сами пережили это, которые прошли через это. Но они не услышаны. И поэтому я являюсь их голосом. Давайте вернемся к нашей героине Ольге. Что с ней произошло? Она вышла на меня. И в одном из Северных Штатов я проводила семинар тоже по домашнему насилию. Мы выезжали с сестрами за город. Мои партнеры-американцы предоставили нам помещение, где мы проводили. И там находилась сестра вот этой Ольги родная. И это было лет пять назад. И с тех пор она говорила Ольге, позвони Анаре, позвони, поговори с ней, поделись. И вот она звонила. Когда она мне рассказала, сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Я ей сказала, что ты должна просто уходить от этого человека. Я никогда не призываю к разводу. Никогда. Даже в таких сложных кейсах. Потому что я верю, что благодати Божией достаточно. Но когда такая опасность, когда там идет полностью, ломается психика детей, там много зла, я чуть-чуть сейчас опишу, то я советую обязательно изолироваться от такого влияния. Обязательно. Потому что первый шаг к исцелению, услышьте меня, первый шаг к исцелению женщины – чувство безопасности. Когда она чувствует, что уже опасности нету, тогда начинается процесс исцеления. Пока она живет под давлением психологическим, физическим насилием, она не начнет исцеляться. Ты можешь сколько угодно ей слов говорить. Ты можешь сколько угодно ей Библию читать. Она не исцелится. И вот сейчас я хочу объяснить очень важный момент. Если вам интересно, поставьте лайк, чтобы какой-то фидбэк был. Я вам хочу сейчас объяснить очень важный момент. Когда мы ставили эти темы в группу, очень много было вот таких комментариев. Что, почему она не уходит? Она что, не мать? Где ее материнский инстинкт? Почему она такое терпела от мужа? Она должна была защитить детей. И, понимаете, может быть, раньше я бы тоже так говорила. Ты что? Ну как бы? Ну поймите, что происходит с женщиной в этот момент. Я сейчас хочу вам объяснить тонкий момент. Пожалуйста, услышьте. И это я делаю для того, чтобы вы понимали, что проходит эта женщина, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы вы могли помочь, вы способны были помочь. Почему я организовываю все эти служения, группы, семинары и так далее? У меня нечего делать. У меня есть чем заняться. Я бы могла пойти работать и жить такой, ну как все живут, нормальные люди. Но Господь меня обучал. Вы поймите, что происходит с этой женщиной. Вот я вам приведу на примере Ольги. Я с ней разговариваю в течение больше полугода, уже, наверное, скоро будет. Вот, может быть, весной год. И смотрите, она проходит страшные, ужасные вещи. Нормальный человек, вот здоровый человек, он вот то плакал, то радовался, то там унывал. А у нее все эмоции заморожены. У нее такой монотонный, одинаковый тон. Ты знаешь, я написала заявление, вот такой тон. Потому что знаете почему? Господь в своей мудрости создал нас так, что Он так устроил нас, что вот смотрите, когда электричество, когда происходит какое-то замкание, чтобы вся система не сгорела, сгорает вначале предохранитель, чтобы там телевизоры, компьютеры не полетели. И когда происходит замыкание, что-то не то, или большой ток приходит, ну, большое количество энергии приходит. И то же самое у нас организм так устроен, наша душа так устроена, что когда человек переживает стресс, и тем более, когда опять и опять и опять какое-то насилие, наши эмоции закрываются, они блокируются. И человек становится нечувствительным, он становится, простите меня, как зомби. Он просто ходит, потому что ей, она мать, ей нужно еще заботиться о детях, ей нужно просто элементарно варить еду, ухаживать, возить их в школу, пятеро детей, то и ей нужно сохранять энергию для вот этого всего. Если она будет все прочувствовать, как оно есть на самом деле, она просто упадет и не встанет. Вот под нагрузкой вот этого негатива она просто не встанет. И это причина, почему Господь нам сразу не открывает всю нашу сущность, Он не открывает нашу греховную природу. Потому что если Он сразу откроет, мы просто умрем от инфаркта, чувства вины. И наш организм имеет такую способность блокироваться. Это и хорошо, и плохо. Почему плохо? Откуда появляются такие насильники? В таких же семьях, вот муж Ольги, это сын пастыря, они жили в доме молитвы и он настолько издевался отец над ними, он ставил их на колени, он их бил жестоко, у них не было нормальных условий, они спали где-то на скамейках и так далее. И этот ребенок был надломлен. Чаще всего многие из них, ну там не буду фантазировать, но другие кейсы, другие случаи, много разного насилия рода они испытывают. И практически то же самое происходит. Этот человек, еще будучи подростком или ребенком, его эмоции блокируются, потому что, чтобы он не сошел с ума, чтобы совсем башню не снесло, эмоции блокируются, он перестает чувствовать людей. А есть, знаете, есть интеллект, это наше знание, а есть эмоциональный интеллект. И сейчас уже ученые доказывают, что эмоционально-интеллектуальные люди, у кого эмоции в порядке, они добиваются больших успехов, чем те, у которых много знаний. Потому что знания ты накопил, их нужно применить. А чтобы применить, ты должен взаимодействовать с людьми. А чтобы взаимодействовать с людьми, ты должен быть эмоционально здоровым. Ты не должен конфликтовать, ты должен уметь быстро прощать, ты должен уметь строить отношения. И вот что происходит с такими людьми, у них эмоции блокируются, не развиваются. И такой ребенок сам нуждается в терапии. Он должен пройти терапию, чтобы быть исцеленным эмоционально, духовно, душевно. Эмоции должны исцелиться. С ним нужно молиться, беседовать, чтобы отпустить это, и чтобы Господь исцелил. Потому что только Господь может исцелять. Мы не способны на это. И на основании слова он должен поверить, что он действительно дитё Божье, и Господь его любит. И Господь не хотел, чтобы эта ситуация случилась. Потому что человек, самый первый травмированный человек, он верит лжи о себе, лжи об окружающих, и верит в ложь о Боге. И через это сатана очень отлично дальше начинает добивать такого человека. И вот смотрите, эмоции блокируются у такого ребенка. Он вырастает, женится и становится насильником. Почему? Потому что у него вот здесь в голове очень много неправильных, у нас нагляднообразное мышление, неправильных пониманий. Он повторяет то, что он видел. Меня били, и я буду бить это раз, потому что другого он не знает, он сам не исцелен. И потом у него нет эмпатии. Все психопаты, у них нет эмпатии. Психопаты, нарциссы, социопаты, у них нет чувства сострадания к другим. Они не чувствуют чувства других людей. Он не чувствует чувства жены, что он ее ранен. Потому что он становится как робот. Вот положено вот так вот, все, я буду делать так. Если вы согласны, поставьте, пожалуйста, лайк еще один. Просто я очень хочу слышать аудиторию, что как бы... И также, если у вас есть вопросы, то пишите, я буду дополнительно на них отвечать. И смотрите, что происходит. Он, такие люди... Почему легко приживаются в церкви такие люди? Потому что, вот представьте, приходит такой израненный мужчина в церковь. У него куча, куча, как сказать... Быстро хотела сказать... Неуверенности и чувство неполноценности, низкая самооценка. Хотя он этого не подает. И поэтому становятся они какими-то преступниками или драчунами, чтобы показать силу. Оно выливается во что-то. Вот эта внутренняя агрессия, она выходит каким-то боком. И когда они приходят в церковь, тут ему вдруг говорят, а ты знаешь, что ты в семье самый главный? Что ты глава? Вот, вот, фу! Представьте, я глава, я кто-то? А со мной не считаются. Понимаете? И они подпитывают вот эту больную самооценку человека, который травмирован, которому нужно исцеление, которому нужно осознание, что something wrong with me, да, что-то со мной не то, я не должен так реагировать. А ему говорят, ты знаешь, надо строить жену. Я помню, когда я была в таких церквах, братья молодые, которые только женились. Вы знаете, там в конце подают записку с нуждами, чтобы церковь помолилась, подавали такую записку. И даже один брат молодой, кстати, недавно он был отлучен за, ну, немудрено в той церкви, он вот так вот говорил, помолитесь за мою жену, чтобы Бог дал ей больше кротости и смирения. Там сам Тон был, который показал, что происходит у него дома. Понимаете? Ну, естественно, там пастырь сам был изранен, он сам, он подпитывал это в братьях. И когда братья возвращались домой, с братского совета, все жены кричали караул, потому что они приходили всех строить подряд. Всех строить подряд, но они не могут понять, видите, чем? Когда неисцеленная природа человека, она подпитывает его плоть, греховную плоть. А в нашей, в плоти живет, в мужчинах живет проклятие, как ты будешь господствовать над женой. И это подпитывает вот это проклятие. Нам нужно учить плоть, свою плоть, cancel, да, ну как полностью отвергать и умерщвлять свою плоть. А это подпитывает плоть. И чем подпитывается? Тем, что этот человек может быть очень активный, потому что он на самом деле может встретить Господа и начать служить. И смотрите, что мы переняли из Советского Союза. В Советском Союзе, ну я не знаю, какой процент сейчас церквей, те, кто пришли из миру, я пришла из миру. И в Советском Союзе в школе нас так воспитывали. Ты служи, ты как бы не служи, а ты строй коммунистическое будущее, там, пионерию, там, комсомолию, еще чего-то, будь активной. Я была очень активна в школе. И мы строили что-то. А тот, кто шел против системы, он как винтик вылетал, ну и подумаешь там. Я даже читала такие журналы юность, когда одна девочка в Советской Системе совершила суицид. И ее потом другая, ну другая девочка, она написала стих о ее смерти. Ну как бы вступилась, что та была за справедливость, и система как-то ее поломала. И она сказала, что, она рассказала этот стих на похоронах девочки. А вот эта девочка, которая рассказала стих, ее мама, она была такая коммунистка, чуть ли не военнослужащая какая-то, очень жестокая. И она ее побила ремнем. Она сказала, я тебе сказала, никакой панихиды на похоронах. Она поступила против там советского та-та-та-та, и типа вот ей это и надо. Вот так относились к людям там. И вот эти люди с таким мышлением пришли в церковь, и тут же начали им внушать, вы должны служить, служение главное, главное служить, и всех надо строить. И вот это мышление, образ мышления передался сюда. И мало кто вникал, что это душа, что Господь смотрит по-другому. Давайте вернемся к нашей женщине, к Ольге. Она когда позвонила, мы стали с ней молиться. Во-первых, стали молиться с ней. И шаг за шагом мы шли с ней. В этой группе я написала пост о ней, потом мы записывали видео. Внизу я подставлю под этим видео те несколько видео, которые мы записывали относительно Ольги. И она говорила вот так вот. Ну, к примеру, тот период ее сын, старший сын ушел из дома, хлопнул дверью и сказал, мама, если ты будешь продолжать жить с этим психопатом, я не вернусь домой. Как он издевался? До 10 лет он сильно баловал детей, что угодно им позволял, игрушки им покупал, они на голове у него сидели. После 10 лет, когда они становились подростком, лет с 12-14, они начинают где-то огрызаться, где-то характер показывают. И здесь он показывал им, кто в доме хозяин. Пару примеров приведу. Он, например, мог забрать все деньги у ребенка, который сам заработал. И не отдавать ему, потому что он ушел из дому и говорит, что когда ты вернешься, тогда мы тебе вернем, как блудный сын. А там, смотрите, там отец еще и Библия все время потрясает. А там отец свою долю ему отдал, да, без вопросов. А здесь ребенок в Северном штате ездил на работу на мотоцикле под дождем, под снегом, а отец не отдавал ему деньги его заработанные. Уже не говоря о том, что он его избивал, сколько телефонов он сломал. Потом он девочку, дочку, в 14 лет закрылся в ванной и так ее избивал, жена не могла не открыть ничего. Но я избил, так она вышла и все лето не могла снимать одежду, потому что она была вся в синяках. И вот так вот он поступал, вот так поступал. И вы представьте, она обращалась к слушателям, она обращалась к одному, ко второму, к третьему. И он мог, например, взять и уехать на несколько дней исчезнуть. И она говорит, когда я говорила служителю, что он так делает, и он при служителе сказал, я ездил на источники. И служитель так спокойно ответил, ты знаешь, у него есть алиби, он ездил на источники. И никакого обличения, что как ты мог ездить на источники, один без жены, неизвестно с кем ты туда ездил, во-первых, а во-вторых, ты должен был оповестить ее? Разве это алиби? То есть вот такую помощь она получала. И кроме того, что знаешь, сестра, естественно, когда они разговаривали, она вспыхивала, он вел себя довольно кротко и смиренно, такая жертва, то, естественно, она выглядела, и очень часто в таких случаях жена выглядит какой-то истеричкой, а муж такой страдалец, он такой друженник, и он читает Библию детям, и так далее, он их наставляет. И поэтому она говорит, почему я не решалась уйти? Вот смотрите, во-первых, вот еще раз говорю, у таких женщин эмоции отключены, они становятся как роботы, они не чувствуют вот этой боли, и ей нужно исцеление. И я знаю, что придет такой момент, когда она начнет исцеляться, сейчас она в процессе, она также со мной без эмоций разговаривает. Когда она начнет исцеляться, она будет рыдать реками, когда вот это все будет, когда ее эмоции оживут, откроются, когда Господь начнет прикасаться к ее сердцу и ее исцелять, у нее будут просто реки слез. Сейчас она просто как, ну как робот она буквально, никаких чувств у нее нету. С одной стороны, Господь ее хранит, мы молимся за нее, чтобы Господь помог ей пройти весь этот процесс. Я ей советовала separation, то есть разъехаться на время. Она говорит, а зачем мне separation? Мы и так separated. Он живет внизу в подвале, я живу наверху с детьми, много лет он с ней не спит, не буду деталей говорить, всякая грязь, что чем он там занимается и так далее. Но он ее финансово насилует, не дает ей денег, проклинает ее, что ты большего не заслуживаешь, чем ты сейчас живешь. Хотя документы на эту квартиру, на программу она заполняла, он был против. И не говоря там физически, например, и физически ее, и то, что у них в семье происходило, это просто очень-очень много боли. Я не хочу сильно на этом концентрироваться, потому что я хочу прийти быстро к другому, к решению проблемы, что мы можем делать. Потому что можно долго перечислять, можно долго перечислять и говорить об этом. Я хочу, чтобы те мужья, которые будут слушать, возможно, или, возможно, жены, которые переживают подобное, никто не давал права вашему мужу господствовать над вами. Господство – это результат проклятия. То, что Адаму сказал, ты будешь господствовать над ней. Это результат проклятия. Возрожденный человек должен бороться с этим. Он должен избавляться от этого. И глава в семье – это не главарь. Это не тот, который всем указывает, кому где сидеть, кому где стоять. Это от английского слова хорошо – лидер, да, to lead. Не погонять, а вести, идти впереди, идти в пролом. Всю трудную вот эту вот протаптывать молитвами, там, финансами, работой тяжелой. И уже, чтобы семья за тобой шла, так, мягко-мягко, плавно. Это есть лидер, тот, кто ведет, тот, кто утешит, тот, кто прикроет, тот, кто закроет, да, лидер. И глава – это от слова источник. Вот как река берет в горах где-то свое начало, источник, и она течет. Вот там есть голова реки, да, у изголовья реки. И вот муж, он вот такой источник, source на английском, ресурс, да. То есть источник глава, за которым должны все спрятаться, и жена, и дети, и всех, кого Бог пошлет в этот дом. Вот это есть голова, он голова, он лидер. И он должен вести, основное, основное лидерство мужа, он должен вести всех детей и жену ко Христу. Как Христос привел нас к Отцу, и голова должен вести всех ко Христу. То есть от отношений с мужем в семье, отношения жены со Христом должны становиться крепче и лучше. И то же самое у детей. Никакое насилие не позволительно в семье. Услышьте меня. Никакое насилие не позволительно. Никто не имеет права сказать, какая ты не такая, какая ты непутевая там хозяйка, или что у тебя, что ты тут целый день делала. Любящий муж, он придет и скажет, дорогая, я смотрю, ты не справлялась, чем тебе помочь? Я очень устала, ну давай я там пожарю котлеты или что-то. В одной многодетной семье здоровой, где 11 детей, одна из наших валютных партнеров, она рассказывает, я вот так вот так вот сделаю, а уже муж стоит, жарит. Я про себя подумала, вау, он работает один, содержит 11 детей и приходит домой, еще стоит, жарит. Какой молодец! Потому что он понимает, что жена целый день возит детей туда-сюда, она устает. И если он ее любит, он спокойно становится. Он не говорит, что давай, сыновей тоже у тебя там взрослые дети есть, а дети тоже и в колы, в колледжах. И в этой здоровой семье сейчас дочка выходит замуж, сын женится, себе берет невесту с Украины на миссии ездил. То есть это в нормальной семье так должно быть. В нормальной семье не должно быть никаких тонов раздражения, криков. Этого не должно быть. И с этим надо бороться. И не нужно это скрывать. Еще момент. Вот во всех этих переписках там одна сестра написала, что... И я такое тоже, опять же, часто встречаю. Мне пишут в личку, что муж ушел со спальни, он не спит. Он не спит со мной по какой-то там, ну, разные причины. Кто-то, допустим, там подсел на что-то, кто-то... Еще какие-то претензии. Тоже как метод наказания. Ушел от жены и живет в другой комнате и является пасторем церкви. И говорит, попробуй кому-нибудь скажи, я тебе могу устроить. Дети знают, тоже молчат. Таким, когда муж говорит, попробуй кому-то скажи, не бойтесь идти и говорить. Найдите. У Бога везде есть свои семь тысяч. У Бога везде есть свои люди. Пусть не в вашей церкви. Найдите женщину, к кому вы можете обратиться и начните с ней молиться. Начните молиться. Потому что это не есть план Божий, чтобы вы... Ладно, вы разрушаетесь. Разрушается жизнь детей. Они видят неправильные отношения в семье. Они все это скопируют, перенесут в свою семью. И когда они начнут уходить от Бога, когда начнет разваливаться их вера, когда они будут разводиться в своих семьях, и тогда вам уже будет все равно, кто что узнает. Вам будет уже начихать на репутацию, на все, когда вы увидите, как разваливается жизнь ваших детей. Но будет поздно. И поэтому пока не поздно, если муж гневается, в гневе наказывает детей, или вы сами гневаетесь. Есть и женщины гневаются, и в гневе наказывают. Часто мама говорила одна, у которой сын на наркотиках, говорит, я злилась на мужа, он заводил меня, я приходила на детях, срывалась. Этого не должно быть. Этого не должно быть в гневе наказывать детей. Если у вас это есть, покайтесь, пойдите покайтесь и боритесь с этим. Господь исцелит вас и поможет. Вот. И та семья, которая скрывает, муж сказал, что не говори. «Надо Господа слушать больше, чем мужа». Написано в Евангелии, не в Евангелии, а в послании к Коринфянам написано о любви, ода о любви. В 13 главе там написано, что любовь делает вот это, любовь всё покрывает. Но любовь не радуется лжи, но сорадуется истине. Шестой стих. То есть она не покрывает ложь. Это не есть любовь, если вы покрываете ложь. Знаете почему? Потому что тем самым вы даёте место дьяволу. Потому что в послании Ефесина, в 4 главе написано «И не давайте место дьяволу, в гневе не согрешайте». То есть вы открываете дверь и окна дьяволу, а выше написано, что «И не говорите лжи друг другу». Понимаете? То есть когда вы лжёте, когда вы гневаете, лжёте, что покрываю, что у меня в семье всё хорошо, когда там дети страдают, дети готовы. Это не ваши дети, в конце концов. Это не наши дети. Их Бог доверил в ваши руки. И вы покрываете ради своей репутации, ради чего-то, покрываете свои действия или действия мужа. И говорите ложь. Приходите. Вот вчера одно интервью слушала, там муж немного проговаривался, что когда мы ссоримся, там неделю бывает не разговаривать. А жена чувствуется, у неё такой дискомфорт, потому что она спикер. Она, ну знаешь, такого не бывает. Мы там 2-3 дня бывает не разговаривать. Ну настолько вот это фальшь чувствуется. Да, слушай, ну говори как есть. Там мать привела дочку, и к Иисусу говорит, моя дочь жестоко беснуется. Она не говорит, что, вы знаете, моя дочь как-то в депрессии или что-то. Она говорит, Иисус, помоги. То есть она называет вещи, как есть. И мы должны быть первые, кто не боится сказать вещи, как есть. Господь, помоги. Если мы лукавим, если мы стараемся выглядеть в глазах людей лучше, чем мы есть на самом деле, то это называется лукавство. И мы делаем услугу только дьяволу и вредим своим детям. И давайте уже называть вещи своими именами. И там одна сестра в гневе в группе написала, что вы тут устраиваете, разборки, говорите на церковь, говорите. Во-первых, группа закрытая, там только христиане. Мы не пускаем туда неверующих. Это раз. Во-вторых, мы же не косточки перемываем, а поднимаем конкретно проблему, как она есть. Мы озвучиваем конкретно, что это есть в наших церквах. И с этим надо бороться. И если, значит, что произошло с этой женщиной, с Ольгой, мы ей говорили, она говорит, я подам на развод. Сепарейшн не сработает, я подам на развод. Потому что если долго описывать, что она пережила, то любой, все, кто слушали о ней историю, все говорили, она должна уходить. Никто не сказал, что она должна оставаться. Большие специалисты и обычные сестры и братья. Но дело в том, что возникла вот такая проблема. Как быть, когда она решила уходить, она должна в церкви же оповестить, что она ходит в одну славянскую паптистскую церковь в Северном штате, большая церковь, красивый хор, красивое пение. Я сама лично была в этой церкви, но в этой церкви собирается 7 человек во вторник на молитву. Не больше. Может быть, сейчас больше. Но я знаю, что там не приходят на молитву. И там красивое пение. Все как в театре ты побывал. Но помощи таким семьям нет. Душепопечения нет. И вы знаете, если она сказала бы, озвучила бы, что я буду разводиться, то ее отлучат как инициатор развода. Хотя не она инициатор развода. Развод – это уже результат той неправильной жизни, в которой она жила. Понимаете? Это уже результат всех вот этих неправильных вещей, неправильных действий. Это уже просто результат. А сам развод произошел в духовном мире давным-давно. И она должна только это озвучить и показать на бумагах. Во-первых. Во-вторых, она должна защитить детей от дальнейшего разложения, потому что у мужа совсем нету каких-то намерений меняться или признать свою вину. И мы молились. Она пошла в церковь и сказала, что я выхожу из церкви. Я ухожу в другую церковь. Она сама из писяднической церкви. Она пошла из-за мужа. И она решила уходить. И он отпустил пастырь. Сказал, да, хорошо, мы тебя отпускаем. Как бы они ее с миром отпустили. Мы радовались, что так все произошло. Молились в группе. Мы все время ее сопровождали молитвой, все ее действия. И на днях она подала, она дала документ. Она ждала очень долго бесплатного адвоката, потому что у нее нет денег. И когда она дала мужу документы на развод, он начал бить во все колокола, позвонил пастырю, сказал. И пастырь, тот, откуда она вышла, позвонил ей и вчера ее вызвал. Она говорит, а почему я должна прийти? Я же вышла. Он говорит, а у нас еще членского не было, мы тебя еще не отпустили. То есть ты еще наша. Мы можем еще над тобой поиздеваться. Прости меня, Господи, он так не говорил, но так звучит. И получается, вот представьте себе, что переживает женщина. У нее стресс, тут дети. Сын ушел. Сын был на гради суицида летом. Он уже не спал, не ел несколько дней. И отец ему сказал, если ты уйдешь, я позвоню в полицию. Он заехал в полицию и сказал, не ищите меня. Я у моих дедушки и бабушки, со мной ничего. Если отец позвонит, не ищите меня. И он уехал туда. И сын, мы посылали души попечителя, чтобы он беседовал с сыном. Слава Богу. Очень мудрый у нас есть уже такая команда довольно-таки большая. И брат очень помог ему. Слава Богу, он восстановился. Он начал работать. Он начал кушать, спать. Начал процесс восстановления. Хотя сын сказал, что мой отец отвратил меня от Бога. Я не хочу знать такого Бога. Мой отец сделал меня атеистом. Он убил во мне всю веру. Потому что он, потрясая Библию, избивал его. В жестокости, понимаете? И вот представьте, теперь, когда ей говорят, что она... Ее отлучатся. А, значит, приходи, мы тебя еще не отпустили с миром. И мы молились, решали, ну, решили, что она должна пойти. Вернее, она сама решила пойти все-таки туда. И пошла с ней поговорила. Но она до этого не жаловалась этому пастырю на мужа. Потому что до этого они были в другой церкви. Она там ходила. И к ним приходили служители. Никто им не помог. Она говорит, это бесполезно. Потому что, кроме того, что смиряйся, молчи, я ничего не услышу. И она не хотела не поливать его грязи, ничего. Она хотела молчать. Пришлось ей пойти и рассказать ему. Она говорит, вы понимаете, вот был случай, если вы слышали в одном штате, в Миннесоте был случай, когда муж просто убил жену. И она говорит, я боялась тоже. Я боюсь своего мужа. Я даже брала детей с собой спать, чтобы дети были со мной. А пастыр сказал ей, что жена должна бояться мужа. Это по-библейски. Я не буду описывать весь их диалог. Но суть в том, что он сказал, что мы вынесем это на братский совет. Мы будем это решать. Извините. Что решать? Что решать? Этот человек, по идее, по закону, должен сидеть в тюрьме, который с такой жестокостью избивает детей. Его место тюрьма. Что там можно еще решать? Вы отпустите эту женщину с миром. Благословите ее. Помогите ей финансово. Спросите, ты на что-то у тебя есть, на что жить, если муж твой тебе не давал. Такого вопроса не прозвучало. У твоих детям вообще что-то есть кушать, если твой муж не дает тебе денег? Как ты вообще ходишь? Как ты вообще себя чувствуешь, когда к тебе так относятся? Когда такое отношение... Мы даже к собаке своей так не относимся. И многие так к собаке не будут относиться, понимаете? Как в наших порой церквах относятся... Вот недавно мы опять получили письмо из России, где все реквизиты, имена пастырей, имена, все телефоны, все написано открыто. Где муж настолько издевался, просто тут я не одна, и даже больно произносить вот эти все вещи, не хочу, чтобы слушали их. Настолько измывался, что угрожало ее жизни, и она забрал у нее телефон, документы, выгнал на улицу, и она шла пешком 10 километров до дома пастыря. И когда пришла, он ее привез назад, что нельзя разводиться, надо сохранить семью. Братья, что с вами происходит? Вы что, Духа Святого не слышите? Кто где так научил? Когда Христос такому учил? Это просто уже крик души. Это что такое? Вы почему не помогаете женщине? Вы просто обязаны ее изолировать, обязаны сказать ей, собирая вещи, прийти вот так вот немножко потрясти мужа, и сказать, слушай, дорогой, если ты вот это вот это не сделаешь, то ты сядешь в тюрьму элементарно, понимаете? И прийти с братьями поговорить с таким мужем, который так издевается над женой, какой там братский совет, какие советы там? И потом вчера этот пастырь вызывал ее на братский совет, она говорит, я не пойду, ни на какой братский совет я не пойду. Он говорит, хорошо, приди со мной поговорить. Она говорит, я прихожу, а там несколько братьев. Я сказала, мы же с вами договорились, что нужен братский совет, что мы поговорим один на один, никакого совета. А он ей говорит, ну, эти братья, чтобы меня защитить и тебя защитить, ну, чтобы там один на один не оставаться. Слушайте, вы не понимаете, что это тяжело психологически, женщине стоять перед кучей мужчин, которые на нее смотрят, и которые, как на допросе, НКВД она себя чувствует. Вы не можете, и потом, мужчина вообще не должен, по идее, по библейски, он должен был взять с собой жену свою или старицу из церкви, чтобы была там женщина. Она психологически бы поддерживала женщин. И даже больше диалог должна вести женщина, а не пастырь, брат, который, у нее полное отвращение к мужскому полу, и полное противление от своего натерпелось. И это как тиран будет над ней стоять. Вообще не должен такую беседу пастыр вести. Он еще собрал себе эту группу поддержки, чтобы давайте я добью ее, добью. Тебя муж мало бил, я тебя сейчас психологически добью, что у тебя потом с психикой, психика съедет, и потом кто тебя будет восстанавливать? Сама виновата, сама дура виноватим, да, или там victim blaming. И поэтому уже прекратите это делать. И, сестры, у меня к вам призыв, пожалуйста, записывайтесь и берите класс. Есть пастыри, которые запрещают меня слушать. А как же? Как же? Один пастырь в одном из Северных Штатов запретил, не слушайте она. Почему? Она говорит о сексе. Самого там 8 или сколько-то детей. Он своих детей где в капусте нашел? И я уже не буду говорить там о детях и так далее, да? Послушайте, друзья, можете слушать, может, нет, можете, нет, можете отключиться полностью, насильно мил не будешь. Но эту проблему надо решать. Эту проблему мне на сердце положил Господь. И he cares about every woman. Он отдал свою жизнь за каждую женщину, за каждая слезинка у него на счету. Вот этих сестер, которые рыдают, он рыдает вместе. А мы покрываем это все, делаем вид, что у нас в церквах все хорошо, мы такие праведные, мы такие хорошие, мы такие все красивые, в платочках, в хорах воспеваем Господу. Вот только доходит ли это пение туда, скорее всего, туда больше вот эти вопли доходят, этих сестер, когда сестрика, Господи, помоги. Те, которые уже поумирали. Я в одном из видео приводила в пример Любу Савино, которая умерла, которую убил муж. И я знаю ее мать, и поскольку я занимаюсь этим служением уже много-много лет, пересекаюсь с сестрами в разных группах, то в одной из групп мне рассказали одну историю, и я поделилась в видео об этом, что муж, который это совершил, что у него не все в порядке было и до брака, потому что он ехал в машине, в бусике, они с молодежью куда-то ехали, и он одну девочку рядом сидящую не выпускал, когда она говорила попросить водителя остановить, я в туалет хочу. Нет, ты не выйдешь, ты будешь сидеть терпеть. Он просто издевался над ней, понимаете? Я рассказала эту историю в одном видео, и мне одна сестра пишет. Нара, ты откуда эту историю знаешь? Это произошло с моей дочкой. Ты знаешь, что это? Это была реально моя дочь. Она знает всю эту историю, эти все истории правдивые, взятые с жизнью. Не то, что кто-то мне какие-то слухи наговорил и так далее. И она мне пишет, вот буквально дня три назад написала, что да, действительно, ты представляешь, ведь эту Любу, которая погибла, родственники мужа до сих пор обвиняют, что это все произошло из-за нее. И в той же другой группе мне говорили, что типа того, что у нее был парень, она спала с кем-то до того, как вышла замуж, и вот он ее ревновал, из ревности он вот это делал. Слушайте, ну и что, что она спала с кем-то? Да хоть с 20 она спала. Ну ты когда брал, не знал это, женился, да, ее Господь простил. Это не дает права никому избивать женщину или там ревновать. Если у тебя есть ревность, иди, иди к Богу и проси, чтобы Господь избавил тебя от этого. Твоя жена ни при чем, если тобой овладевают какие-то духи ревности или еще что-то. Твоя жена не должна страдать за это. И она не должна страдать за то, что у тебя там anger issues, да, если у тебя проблемы с гневом, иди, лечись где-то. Твоя семья не должна это нести и не должна быть козлом отпущения этого. Поэтому это твоя личная проблема. Это из тебя изнутри выходит то, что было до того, что было у тебя. С этого стакана я сейчас вылью, ничто другое, кроме воды, не выльется. Там была вода, вода и выльется. Если был бы сок, вылился бы и сок. Независимо от окружающей атмосферы. То же самое. Независимо от того, что нас окружает, с нас выливается то, что у нас внутри. Теперь смотрите, сестры. Я предлагаю обучать женщин. Я буду обучать их бесплатно, потому что платно среди наших славян не работает. Никто не хочет платить ни за какие курсы, ничего. Слава Богу, Бог дает здоровье моему мужу. Он работает и обеспечит. Я буду обучать бесплатно. И давайте обучим. Я брала сотни-сотни разного рода тренингов. И как помогать таким травмированным и так далее. И как их распознавать проблему, как вообще им помогать, как их выводить из этой ситуации. Это один момент. Пишите мне в личку. Я обучу вас через Zoom. Сделаю несколько классов. Это раз. Плюс многие другие классы. Просто сейчас такое время, очень последнее. Я работала, как приехала, нашла хорошую работу. Поскольку в Украине набрала на кредитку долгов. Мне надо было это все отработать. Я поработала. Я могла бы продолжать работать и быть обеспечена. Но мы с мужем молились. Мы решили, что я оставляю работу. Потому что полностью, вы заметили, старые эфиры, новых эфиров нет. Потому что у меня не было физически времени. И мы поняли, что я должна оставить работу и выйти опять в служение. И максимально отдать все, что Бог дал. Максимально отдать, максимально послужить. Поэтому подключайтесь, сестры. Подписывайтесь в эту группу. Регистрируйтесь. Подпишитесь на мою страничку в Facebook Voice of the Silent. Voice of the Silent. Голос молчащих. Я и выставлю ссылку у себя на странице. Подпишитесь на мой YouTube канал. И будем вместе помогать женщинам. Будем вместе помогать детям. Потому что мы теряем это поколение. Мы теряем детей. В этой семье пятеро детей. Вот представьте, один из ребенков, девочка 10 лет, она говорит, она видит, как отец поступает. И она говорит, I love him, but at the same time I hate him. То есть она говорит, я его люблю, но в то же время я его ненавижу. Вот представьте, как формируется, больное внутреннее состояние у ребенка формируется. Потому что она сама не будет понимать, что она внутри себя чувствует. Как она будет строить отношения в будущем. Это полностью искажается и ломается. Личностные особенности человека отсюда вырастают психопаты. Это психопаты, это их делают. Понимаете? И блокируется. Вы знаете, это говоря языком психологов. Один здесь психиатр исследовал тысячи человек в тюрьмах. И исследовал, делал MRI, MRT. И у них лимбическая система в голове. Та область, которая отвечает, когда человек видит что-то негативное, она должна реагировать, мозг должен реагировать. У них не реагирует. Понимаете? И они объясняют это, как просто эта зона мозга не работает. Но это объясняют психиатры, психологи. Исследования делали, да? Потому что у здорового человека, когда он что-то видит, он реагирует. Но дело в том, что я считаю, что это чисто демоническое влияние. Когда человек переживает стресс, просто какие-то сферы его разума блокируются. И он не видит, что он делает. Он просто не видит это. И здесь нужно разного рода служения. И исцеление, и изгнание, и освобождение, и терапия. И человек должен осознать, что с ним не так, признать, в конце концов. Это должна целая команда работать. И там ещё один момент скажу о колдовских молитвах. Я сама выходец из баптистов, и вообще для меня вот эти все фразы, колдовские молитвы, звучало очень, sounds weird, да? Очень странно звучало. Что за преды, что за колдовские молитвы? А потом, это просто так, ну, сказать, как бы в народе они так называют. На самом деле, это что это? Ведь Бог дал большую власть церкви. Что свяжете на земле, то будет связано на небе, да? И когда в церкви, в такой церкви религиозной, сейчас вот, допустим, эту сестру в кавычках благословят, и я знаю такие печальные случаи, когда вот так вот благословляют, помолились братья, ну, там за одну ситуацию помолились, на следующий день этого человека парализовало. Случайность? Совпадение? Не знаю. Слишком много совпадений. Когда в кавычках благословляет, твой или трое собирается, это тоже работает. Вы хотите сказать, что кто-то там написал, а, мол, незаслуженное проклятие не сбудь. А дело в том, что мы все заслуживаем, по идее, проклятие. Никто из нас несовершенный. Апостол Иаков говорил, что все мы много согрешаем. И дело в том, что когда мы согрешаем, любое вот такое проклятие, оно включается, оно действительно на нас работает. И я знаю, сколько против меня негатива говорят. Иногда я раньше просто пластом ложилась и лежала, не понимала, что со мной происходит, пока я не научилась вести эту духовную брать. Понимаете? И поэтому вот на такую женщину, когда психологическое давление идёт, она говорит, она читает сама комментарии, и со мной вчера разговаривала, она говорит, Анара, вот интересно, люди рассуждают, что вот почему ты не уходила. Во-первых, мой муж тряс всё время Библией, и я боюсь Бога, я боюсь пойти против Бога. И многие женщины мечтают, чтобы, ну, может быть, если он там в блуд бы впал, может, тогда бы я ушла как бы. Ну, нет основания, ведь нет оснований ей развестись, и она терпела. Библиейское основание ей не было. Ну, так научили нас. И она говорит, я просто боялась, я понимала, и замкнутый круг пойти некому. И вы поймите, здесь ещё духовные вещи. Мало в том, что у неё вот так эмоции заморожены, она находится под его влиянием. Понимаете? Она находится под ним. Если у него духовно ненормально, вот смотрите, жена, муж Христос, он будет закрывать, закрывать благословение всем, влияние Христа на неё. Он будет всё блокировать, и она просто будет поступать неправильно. Она даже если захочет из этих отношений, одна, она выйти не сможет. Она начнёт выходить, когда кто-то другой, более сильный, у кого крепкие связи с Христом, начнёт её оттуда вытаскивать. Это равносильно, как попасть в яму и сидеть в ней, пока кто-то сверху тебе не подаст руку и не вытащит. Почему нужны такие группы поддержки? И вот ещё один момент, который Господь мне положил на сердце. Вы все члены каких-то церквей. Пожалуйста, поднимайте вопрос на ваших членских. Давайте какую-то часть от десятины, которая приходит в церковь, мы будем складывать, чтобы был фонд помощи таким женщинам. Чтобы был фонд, и когда нужно разъехаться паре на время, можно было оплатить аренду её квартиры и первое время давать еду, покушать. Я знаю очень много вдов нуждающихся, которым церковь не помогает. Есть церковь Джона МакАртур здесь в Америке, которого очень много тоже критикуют, но он делает много полезного. Допустим, в его церкви до сих пор отлучают и за блуд, и за многое другое. Не во всех американских церквах это делает. И также, если женщина разводится, остаётся одна с детьми, церковь берёт попечение на себя, как написано в Библии. То есть попечение о детях, о вдовах и о разведённых. Они берут на себя, они не позволяют женщине бросать детей, абы куда, и идти работать, добывать хлеб, чтобы потом дети непонятно кем выросли. Эта церковь практикует, и она должна это делать. Не посылать, не тратить деньги на какие-то показные конференции. Там вот четвёртый конгресс был молодёжный, и там одни братья-спикеры Баптистского союза, и тема была молитва. Я послушала, молитва-тема. Кто обычно собирается на молитве? Сёстры, молите сёстры. Ну, хоть бы одну сестру пригласили. Примеры всё приводили западных христиан, которые вот там что-то великое совершали по молитве, да? И когда один вопрос задал один из участников, почему вы не пригласили западных спикеров, и они сказали, что типа, а мы сами с усами славяне, у нас и семьи большие такие хорошие, мы же вообще все идеальные, если на то пошло, да, в кавычках. И получается, значит, жена, ты да молчи, и ты не имеешь права говорить, ты иди в уголочке плачь и молись, чтобы тебя никто не слышал, и под ногами тут не путайся. А мы тут все, бравые братья, будем учить, как надо жить. И поэтому это неправильно, это не библейский подход. И не сидите в этих церквах, не плачьте, а обращайтесь к Господу, Бог покажет, в какую... Потому что церковь – это не организация, это живой организм. Он либо больной, либо здоровый. В церкви ты молишься, либо ты оздоравливаешься, либо ты заболеваешь. И твои дети, те слабые звенья страдают, поскольку у них слабая вера, дети просто, их вера рушится, они уходят. Поэтому не находитесь в тех церквах, где к вам вот так вот относятся, как к мусору, или к вашим детям, к вашим нуждам. И тут как тут, когда появился, что жена что-то... Сейчас посмотрим, что будет делать этот пастырь, что они там на братском совете решат. Это же просто маразм. Он должен был там изрыдаться, этот пастырь, если он действительно пастырит Христа, и сказать, что сестра, дорогая, что тебе пришлось пережить, пройти? Пусть Господь тебе поможет. Мы здесь за тебя, мы тебя поддержим. Нет, мы еще с братьями поговорим, а мы еще решим, что там, как тебе дальше... Как некто сказал о церкви, что церковь – это единственная организация, где добивают своих раненых солдат. То есть его дьявол ранил, да? А мы тебя еще тут добьем, чтобы мало не показалось. Поэтому, сестры, пожалуйста, поделитесь максимально вот этим видео, вот этим эфиром. Это то, что наболело, наболело. И я чувствую ответственность перед Богом, что все-таки я должна поднимать эту тему. И я также очень прошу поддерживать молитвы на меня. Вы не думайте, что вот она, ара такая сильная, духовная и так далее. Мы все в теле Христовом. И мы все одинаково нуждаемся в дарах друг друга. И мы нуждаемся в поддержке, в разной поддержке. И также поддерживайте наше служение. Мы поддерживаем и вдов, и вот таких женщин. Сейчас вот нужно будет снимать жилье этой сестре на месяц. Но я отправляю директ. То есть сразу ее PayPal даю, чтобы финансы шли прямо к ней, чтобы не было у нее у кого никаких соблазнов. Конечно, ее нужно поддерживать. Это псевдоним Ольга. Ее имя на самом деле другое. Если у вас на сердце есть помочь ей, напишите мне в личку. Я дам ее данные. И расскажу об этом. Как она проходит. Вы можете молиться о ней, можете текст-месседж ей написать. И поэтому это то, что я хотела сегодня сказать. Пожалуйста, поделитесь этим эфиром. Я очень вас прошу. И подписывайтесь на YouTube-канал. Мы будем поднимать эти темы. Пусть Господь хранит всех вас. И также я прошу вас, чтобы вы посылаете эти видео тем сестрам, которые имеют нужду в этом. Которые... Ну, вообще, посылайте максимально. Разошлите, порекомендуйте послушать это. Пусть Господь хранит всех вас. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok